Всем привет, с вами Ксюша и вы на канале Ангела Фринья. Я оттягивала это видео с историей про растяжки, ну потому что, ну не знаю я ни одного человека, который бы полностью избавился от растяжек. Неважно, мужчина или женщина, но честное слово, я не знаю ни одного. Сделать их менее заметными, да, были такие случаи, но чтобы полностью избавиться, я таких случаев просто не знаю. Если вы такой случай знаете, только не то, что там я видел по телевизору или еще что-то, нет, вот прямо из своих знакомых напишите мне, потому что мне интересно вообще есть такие счастливицы или нет. Мои первые стрии появились в подростковом возрасте, когда совершенно неожиданно для меня начала расти грудь достаточно резко и округляться всякие женские формы, да. Растяжки небольшие появились на бедрах и на груди, все, да. Да, во время беременности растяжками покрылся весь живот, усилились как бы те растяжки, стали чуть больше, что ли, те, которые были до этого. Вы найдете в различных статьях информацию о том, что растяжки стрии лучше предупредить, поэтому мажьте тело увлажняющим кремом, бла-бла-бла-бла-бла. Да, теоретически, конечно, надо увлажнять кожу всегда. Якобы ваша кожа станет более упругой и не порвется. Но, ребят, вот мои наблюдения показывают, что это все генетика. Есть девчонки, у которых кожа сухая, вот всю жизнь сухая, это мои подружайки, ни одной растяжки. А живот был, как будто она семь детей носила, вот честное слово. Ни у кого растяжек не появилось. Потому что это, ну, генетика, я думаю. Если кожа хорошая, то она хорошая. Если кожа склонна к растяжкам, то она склонна к растяжкам. Я скажу так, я живот свой берегла. Я использовала масла, кремы, твердые масла, баттеры, да, например, масла ши. Что еще я использую? Я использовала витамины, и мне ничего из этого не помогло, потому что, видимо, это особенность моей кожи. Что такое стрии, в принципе, да? Это разрыв, но разрыв кожи внутри. То есть, если бы разрыв был на поверхности, было бы вот эта вот кровь там и прочие прелести, да? Разрыв внутри, и образуется как бы шрамик. Вот этот разрыв замещается соединительной тканью. В соединительной ткани, вы знаете, нет ни коллагена, ни эластина. И ничего в этой ткани не происходит. Эта ткань грубая и жесткая. Сначала стрия красная. И вот когда она красная, еще есть призрачный шанс что-то с ней сделать. На этапе, когда стрия красная, или, знаете, у всех разный оттенок, я встречала вплоть до ярко-ярко-фиолетового такого цвета, ограничащего с синим просто. Вот когда у вас вот такая стрия, то есть она свежая, ей буквально, ну, меньше месяца, а вообще, чем раньше, тем лучше. То есть, допустим, вечером появились эти стрии, уже на утро вы должны с ними что-то сделать. Тогда есть шанс. Вот на этом этапе можно использовать, не можно, а нужно, постоянное отшелушивание кожи, постоянно. То есть вы скрабируете тело мочалками, сухой массаж, да? То есть когда щетками трут кожу. Ну, это тоже так травматично. Не знаю, кто может это выносить, тот делает. Я не могу, мне больно. И кремы с витаминами, витамином А, витамином Е, для того, чтобы простимулировать выработку коллагена, эластина, как-то кожу поддержать. И здесь есть какие-то еще шансы. Ну, как бы тоже, они, знаете, все это призрачно на самом деле. Вот эти все процедуры должны быть регулярными. Кстати, хорошие кремы с витаминками есть на iHerb. Я, к сожалению, ссылки у меня где-то были, но они сгорели. Вы просто забейте в поисковике, вы легко найдете. Либо можете в крем добавлять сами, купить ампулки в аптеке и добавлять сами. Тоже неплохо. Также неплохо в питание добавить витамины, которые направлены на упругость кожи. Обычно это витамины для женщин специализированные. Когда ваши стрии превращаются в такие серебристые, еще непонятно какие, да? То есть такая переходная стадия, обычно это полтора-два месяца им. Но у всех индивидуально, это, знаете, тут вилами по воде. Можно перейти на вот этот вот известный крем с мумио, да? Когда вы берете там несколько таблеток мумио, расколачиваете их в ступке, например, ну просто так удобней. Затем немножко добавляете водички и растворяете. Вам нужно получить такой раствор, кашицу что ли. И вот эту кашицу вы вводите в определенный объем вашего крема для тела и им пользуетесь. Понятно, что вот этот вот крем нужно хранить в холодильнике. Это раз, он, кстати, мерзко воняет, мне не нравится вообще запах, но ради красоты можно потерпеть. Некоторые, знаете, советуют добавлять эфирное масло в этот крем, чтобы якобы он там вкуснее пах. Эфирное масло – жуткий аллерген. Вы можете такой ожог получить ядреный, если вы накапаете этого масла, поэтому, ну, не рискуйте. Либо проводите тест на аллергию. Понятно, что перед вот этим использованием этого чудодейственного крема, крем, кстати, действительно хороший. Нужно проводить скрабирование тела. Вы можете делать скраб самостоятельно, как известно всем, из кофе, например, плюс какое-нибудь масло. Говорят, кофе и вода. А мне не нравится кофе и вода, это какая-то ерунда, но такая консистенция неприятная. Лучше кофе, немножечко масла, кто-то еще там сметану добавляет, изгаляется. Ну, как бы голь на выдумке хитра, пожалуйста, это ваше личное дело. Тут вся суть в скрабировании, то есть в отшелушивании. Вот и все. Эти процедуры должны быть регулярны. То есть вы каждый вечер это делаете со своим животом, бедрами и так далее. Кстати, с грудью там сильно не шалите, потому что можно кожу растянуть вообще и получить еще более худший результат. Если ваши стрии уже белые такие, знаете, когда гладишь кожу и так раз проваливается рука, раз проваливается, потому что они, знаете, доходят в размере до сантиметра, до полутора ширина самой стрии. Здесь поможет только лазер, микродермабразия, не знаю, что еще, ну и все, наверное. Лазер есть вообще двух типов. Есть лазер, который стимулирует выработку эластина коллагена, а есть лазер, который именно шлифует и сглаживает поверхность. То есть у вас этот рубец, а это рубец, да, шрам по сути, он останется под кожей, но поверхность кожи выровняется настолько, что не будет видно этого рубца, не будет этого провала. Есть процедуры, которые вызывают выработку в меланоцитах повышенного количества пигмента для того, чтобы растяжка, которая стала светлой и некрасивой, да, на фоне основной кожи, потому что, ну, не вырабатывает соединительная ткань, ничего, да, заполняется пигментом и кажется, что кожа ровнее выглядит. Вот, в этом тоже как бы есть смысл. Я не считаю, что растяжки это, ну, такая большая проблема. Но давайте откровенно, если у вас сильно большой вес и, ну, как бы, вы в любом случае на пляже выглядите плохо, то то, что у вас на животе там 20 растяжек, оно как бы вообще не играет роли никакой. Если вы худышка, у вас всё в теле идеально, и эти злосчастные растяжки, которые портят, да, всю картину, тогда да, тогда заморачивайтесь, тратьте большие деньги. Но если это не доставляет вам, я вот по своему опыту, да, от того, что у меня растяжки, вот честно, ни холодно, ни жарко, хуже уже не будет, уже хуже невозможно. Поэтому, ну, я не вижу тратить смысл, что не вижу тратить, я не вижу смысл тратить большие деньги на это, потому что, ну, ни к чему, собственно, хорошему это не приведёт. От того, что у меня будет гладкая кожа на моём шарообразном животе, ну, как бы, не знаю, смысла не вижу. Если вы думаете, что растяжки – это только ваша проблема, девчонки, вы ошибаетесь. На самом деле, у мужчин растяжки точно так же бывают, причём они появляются не только у тех, кто резко поправился, но и у тех, кто резко похудел. А также у качков, те, кто очень быстро наращивают мышечную массу, там, бицуху себе такую накачали, там, знаете, 70 сантиметров. Ну, а чего удивляться, если у них просто не выдерживает кожа. Если изменения в теле происходят медленно, кожа успевает приспосабливаться и растянуться. Но если что-то происходит достаточно быстро, кожа просто не успевает среагировать и разрывается. Для жизни это не опасно, это проблема исключительно косметическая. Поэтому думайте сами, решайте сами. Своё мнение я вам рассказала. Все рецепты каких-то кремов, каких-то скрабов, вы это всё легко найдёте в интернете. Я даже не вижу смысла сейчас это проговаривать, потому что, ну, это как бы настолько общедоступная информация. Любой мамский форум, там про растяжки будет просто 30 статей, из которых 29 будут придовыми на самом деле. Я очень сильно вас всех люблю. Оставайтесь красивыми, будьте красивыми, меньше заморачивайтесь по поводу всякой ерунды. Я очень сильно вас всех люблю. С растяжками или без, я вас обожаю в любом случае. Спасибо, что вы были со мной и пока.